МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа. В студии Лилии Хайрулина. Смотрите сегодня в выпуске. Вовремя переобуться. Рассказываем, как сделать это экологично и бесплатно. Не просто пшик. От ковида теперь можно привиться назальной вакциной. Поэзия мурановских пейзажей. Новая выставка в музее-заповеднике. Об этих и других новостях прямо сейчас. Улучшить транспортную доступность для пассажиров. Именно для этого организуют выделенные полосы в городах и населенных пунктах. По данным Минтранса Подмосковья, в этом году уже сделали более 70 таких полос для общественного транспорта в 30 округах. В их числе и Пушкинский. В двух городах Пушкинского теперь есть выделенные полосы для движения общественного транспорта. В Красноармейске новую разметку нанесли еще летом. Она идет по проспекту испытателей от железнодорожного переезда до центральной площади. Кроме того, совсем недавно выделенная полоса появилась и в Пушкино. Она проходит по улице 50 лет Комсомола от дома номер 45. Это поликлиника. Далее по Московскому проспекту до пересечения с Пушкинским шоссе. Напомним, выделенные полосы обустраивают преимущественно на участках, где курсируют три и более маршрута общественного транспорта. А также зафиксировано более 300 проездов автобусов и более 2000 пассажиров в сутки. По данным областного Минтранса, с выделенками время проезда сокращается на 5-10 минут, а на некоторых участках до 15 минут и больше. Анастасия Спирина, Юрий Добрунов. Новости Большого округа. Температура воздуха опускается к нулю и ниже. А значит, время ставить зимнюю резину. Некоторые автолюбители уже купили новый комплект. А куда деть старый, не всегда знают. Анастасия Спирина расскажет, как экологично утилизировать ненужные покрышки. Автомобильные покрышки принято менять каждые пять лет. А то и раньше. Все зависит от способа эксплуатации. Если вы ездите на шипах по асфальту, то долго они вам не прослужат. Но куда девать старые покрышки? Просто отнести на контейнерную площадку нельзя, так же, как и в лес. А мы вам расскажем, куда. В Ивантеевке можно шины в любое время суток закинуть в контейнер экологической программы «Шина». Располагается он на Кирова-5. Также ждут шины в Мегабаке. Он находится в Правдинском, на Степаньковском шоссе. Время работы с 8 утра до 8 вечера. Иногда вам на шиномонтаже могут предложить оставить у них шины за деньги. Тут главное убедиться, что они будут утилизированы правильно. У организации должен быть договор с предприятиями по глубокой переработке резины. Либо автосервисы должны быть участниками областной акции «Шина», согласно которой проходит сбор утильных автопокрышек. Сделать это можно бесплатно. Шины относятся к отходам четвертого класса опасности. Их нельзя просто так захоронить на полигоне, потому что они содержат токсины и канцерогенные вещества, которые впоследствии будут отравлять грунтовые воды и почву. Шины надо отправлять в специальные предприятия, которые потом их переработают. Использовать шины в качестве декора при домовой территории тоже нельзя. Из старых шин делают покрытие площадок и кортов. Дорожки в парках, настилы в садах, теплоизоляторы, брызговики. И все это из мусора, который мог бы отравлять природу. А значит и нас с вами. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. На портале Добродел проводится сбор предложений по использованию территорий, высвобождаемых в результате сноса недостроенных и аварийных объектов. По итогам голосования будут определены наиболее актуальные площадки. 43 объекта представлены для голосования на территории городского округа Пушкинский. Для участия нужно зайти на портал, используя учетную запись госуслуг. Перейти на страницу голосования. Найти свой округ на интерактивной карте. Выбрать территорию, где расположен объект, который должны снести. Оставить комментарий с пожеланиями о том, что бы вы хотели увидеть на месте сноса. Каждый голосующий может выбрать до пяти территорий. Сбор предложений на портале Добродел продлится до 28 февраля 2023 года. В Пушкинском продолжается прививочная кампания против гриппа и коронавирусной инфекции. От последней теперь можно привиться назально. Вакцина существует и в виде спрея. Эффективность такая же. Анастасия Спирина продолжит. Пшик и готово. Именно так можно описать процедуру вакцинации от ковида назально. Гам-ковид-вак может вводиться в виде спрея. Если вы боитесь уколов или место укола долго болит, то это ваш вариант. Быстро, не больно и эффективно. Вакцинация вводится специальной насадкой и вводится в носовые ходы. Безопасно. Имеет такой же иммунный ответ, как и внутримышечное введение. Чем лучше, просто у многих пациентов после внутримышечного введения остается болевой симптом. Вакцинация от коронавируса продолжается, потому что болезнь не отступает. А ввести вакцину – это единственный способ уменьшить риск. Как заболевание, так и тяжелое его течение и последствий. Ревакцинироваться надо каждые шесть месяцев. Назальный тоже. Одновременно с прививкой от коронавируса можно привиться от гриппа. Только в разные руки. Или совместить варианты внутримышечно и назально. Вместе с прививкой от гриппа можно сделать укол от пневмокока. От гриппа идет сезонная прививочная кампания до 12 декабря. Имеется два вида вакцин. Трехвалентная и четырехвалентная. Согласно рекомендации ОВОЗ, данная вакцина ежегодно меняет свои антигены. Это те штаммы вирусов, которые были зафиксированы на данной территории. На сегодняшний день вакцина получена практически в полном объеме. Имеются в наличии трехвалентная СОВИГРИП и четырехвалентная УЛЬТРИКСКВАДРИ. Последняя подходит как для детей от шести месяцев, так и для взрослых. Обе показали свою равноценную эффективность. Прививка от пневмокока поможет от пневмонии, самого опасного осложнения от гриппа или коронавируса. Ее нельзя делать одновременно с прививкой от коронавируса. В музее-заповеднике усадьбы Муранова открылась выставка «Поэзия мурановских пейзажей». Она стала традиционным явлением в художественной жизни усадьбы и Подмосковья. В этом году в стенах знаменитой усадьбы экспозиция открылась в одиннадцатый раз. На выставке побывала и наша съемочная группа. Усадьба Муранова – место поэтическое и вдохновенное. В разные времена миловидные окрестности, так называли раньше эти места, привлекали художников разных уровней, мастерства и направлений. Эти традиции поддерживаются и сегодня. В традиционном выставочном проекте «Поэзия мурановских пейзажей» наряду с работами кисти уже известных мастеров представлены новые имена. Но все работы роднит одно – они о Муранове, о красоте и очаровании здешних мест. Нам хотелось, чтобы вот здесь была представлена вот эта любовь к Муранову. Вот то самое соединение пейзажа, дома, поэзии Боротынского, Тючева. Потрясающий культурный пласт, который художники здесь, они это чувствуют. И для них это вот основа их творчества, их вдохновения. Куратор выставки и основатель проекта Татьяна Петровна Гончарова может рассказывать о мурановских художниках бесконечно. Самым известным именам она посвятила так называемую «Мемориальную стену экспозиции». Здесь представлены произведения пяти авторов – Михаила Нестерова, Николая Богословского, Сергея Лобанова, Бориса Баева, Александра Колотилова. Нынешняя выставка – как дань памяти двум последним художникам, постоянным участникам проекта, ушедшим из жизни в прошлом году. Борис Петрович Баев. Потрясающая, во-первых, биография замечательная. Во-вторых, он жил здесь, в Вашукино. Вот работы, вот его. Нам на выставку дала его вдова, Надежда Александровна. Его основное качество – это прекрасное чувство цвета. И вот особенно у него удачно выходило изображение снега. Вот эта часть экспозиции посвящена нашему замечательному художнику, который знает весь Пушкинский район – Александр Афанасьевич Колотилов. Любовь вот к этому месту, любовь вот к этой земле. Это действительно такой настоящий русский художник. О любви к Муранову и трепетном отношении к его пейзажам и национальным истокам в творчестве говорили все собравшиеся на открытии экспозиции – художники и гости усадьбы. Становление художника с чего-то начинается. Но когда видишь вот эти Ваши приборки, красивую речку, красивые поля, по неволе хочется творить. В экспозиции поэзия мурановских пейзажей представлено более 50 картин, барельефы и скульптурные изображения. Дочь заслуженного художника России Александра Колотилова вместе с супругом привезла на выставку автопортрет отца. Говорит, портреты в отличие от пейзажа отец писал нечасто. Эту работу достали из запасников уже после его кончины. Он говорил, я люблю жизнь, я люблю людей. Ему очень нравились вот эти вот деревянные постройки. Очень часто ездил в различные командировки по городам России. Оттуда вот привозил тоже множество работ. Были у него серии морских пейзажей. Очень часто ездил на соловки. Очень любил натюрморты, цветы. И картина вот эта вот Левкова, он же как бы и воспитывался в детском доме где-то вот под Левкова. То есть он частенько ездил и как бы вместе с детским домом они выезжали. То есть Муранова он тоже очень любил. Основная часть экспозиции представлена работами художников, выполненных в разных техниках, но также неразрывно связанных с историей знаменитой усадьбы. И хотя музей создавался как литературный и рассказывал о жизни и творчестве поэтов Евгения Боротынского и Федора Тютчева, но во все времена сюда стремились художники, привлеченные очарованием окрестных мест. Какой музей вы себе представляете без живописных произведений? Наверное редкий. Муранова привлекает художников, это плюс. Во-вторых, художники фиксируют Муранова, это плюс. Художники, показывающие свои работы с изображением Муранова, популяризируют это место и знакомят с большим количеством людей во всех уголках нашей страны. Выставка «Поэзия мурановских пейзажей» рассказывает о жизни русской дворянской усадьбы, где художественное творчество занимало заметное место, а все обитатели умели держать карандаш и кисть в руке. Проект ежегодно собирает тысячи ценителей русской живописи. Нынешняя экспозиция будет открыта до 4 декабря. А бесплатный доступ в мир искусства можно получить благодаря Пушкинской карте. И в завершении выпуска о погоде на 28 октября. В пятницу в округе немного потеплеет. Днем температура воздуха поднимется до плюс 8. При этом будет дождливо. Ночью пасмурно и тоже плюс 8. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях, во Вконтакте, в Одноклассниках и Телеграме. Также подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзене. Кроме того, программа новости Большого округа выходит и на Рутубе. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин